МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безусловно. Цель достигнута, но останавливаться, конечно же, не стоит, поскольку, если команда уже вышла в верхнюю шестерку, то, значит, нужно улучшать уже и требования к себе. И теперь придется дважды сразиться с тем же киевским «Динамо», дважды с «Шахтером». Шахтер с «Заря». Дважды с «Зарей», дважды с «Олимпиком», дважды с «Александрией». Все команды сильные, все претендуют на места в Еврокубках. По пятничному матчу черноморца, конечно же, первый тайм не очень получился, но и «Динамо», извините, после поражения от «Зирки» 2-0, играла немножко по-другому, более агрессивно. Это было достаточно стыдно киевскому «Динамо» чемпиону Украины проиграть в Кировограде, в Кропивницком, простите, с разницей в два мяча. Но двух голов, которые «Динамо» забили в первом тайме черноморцу, им хватило для победы. Хотя во втором тайме черноморец, который абсолютно не борется за чемпионство, показал, что можно бороться с киевским «Динамо» на выезде, и неплохую игру показал после забитого гола. Ну, только потому и можно, наверное, показывать себя против соперника, когда сопернику, в принципе, ничего не нужно. И вот с таким каким-то отношением, наверное, «Динамо» выходит на поле, с ощущением себя в шестерке полноценно, в шестерке лучших футбольных команд, в первой шестерке, скажем так. И ощущение, что не будет уже возможности бороться за первое место, потому что «Шахтер» определил победителя досрочно. И поэтому черноморец может что-то демонстрировать? Или, ну вот, действительно, вчера хорошую? Не вчера, а на выходной. Нет, ну, на самом деле «Динамо» продолжает заявлять о том, что будет сражаться дальше за то, чтобы пытаться догнать «Шахтер». Это первое. Второе, все-таки зарядом поджимает снизу. И «Динамо», если будет терять очки, то и Лига чемпионов убежит от нее. Третье, отвратительная игра просто киевского клуба в этом сезоне, что, в принципе, и сказывается на результатах команды. То есть, ну и плюс «Черноморец», мне кажется, что в таких финансовых условиях, которые сейчас команды находятся, он неплохо играет, и даже на фоне киевского «Динамо» нормально смотрелся. А в первом круге, как вы помните, 1-1 сыграли эти команды. И, в принципе, здесь 2-1. То есть, по факту «Черноморец», у которого вообще нет денег, ничем не хуже, чем «Динамо», «Миллионеры» и прочее. Ну и твой прогноз, как будет играть дальше? Ну, мне кажется, все-таки, что «Черноморцу» будет сложно бороться даже за пятое место, поскольку, во-первых, уже конкуренты чуть-чуть оторвались от «Черноморца». И плюс, все-таки, наверное, «Черноморцу» не нужно попадать в Еврокубки, потому что нет финансирования, увидели сами, и даже нет денег на то, чтобы поле сделать нормально. Тем более, чтобы сюда приехала какая-то команда из Европы и играла здесь Лигу Европы. А стоило ли это вот так бороться за эту «шестерку», чтобы потом в конечном итоге в «шестерке» занять шестой? Я уверен, что стоило, поскольку даже для болельщиков, которые очень мало ходят на стадионы, всю весну в Одессу будут приезжать украинские гранды. Это намного лучше, чем приехала бы в «Волынь» Сталь и «Зирка». Простите, при всем уважении к этим командам и их тренерам. То есть, и в принципе, только на уровне с сильными соперниками команда может расти, даже проигрывая. А если играть постоянно со слабыми, побеждать 1-0, никакого прогресса не будет. А я так понимаю, что руководство клуба уже постепенно смотрит в следующий сезон, наигрывает команду весной на следующий сезон, в котором все будет с нуля и будет возможность побороться за более высокие места. У тебя есть какая-то информация о том, о чем думает, собственно, руководство клуба? Потому что достаточно много разговоров ведется и хотели передать на баланс города, Черноморец и прочее. Информация от руководства клуба, вы так ее не услышите. Но я общался с представителями клуба в среду, был на базе Черноморца. Я знаю, что руководство клуба просто думает о том, как бы найти финансирование на следующий сезон. И разговоры о том, что болельщики могут подхватить команду или еще кто-нибудь, Труханов, кто-то купит Биланов. Это все только разговоры. Это все попытки найти какого-то инвестора, который все-таки подхватит команду. Сейчас это не такие большие деньги, как раньше было. Но их пока нет, и они пока отсутствуют. Ни одного предложения официально по Черноморцу, ни одного официального предложения о покупке Черноморца не было. То есть все остальное в интернете, это все слухи, утки, как можно это называть? Волейбол, химик, ну ты это называешь вечным регородом. Выиграл все матчи, очень хороший результат. Мы постоянно говорим в студии о химике, о наших девочках из Южного, которые демонстрируют хорошую игру. Им тяжело бороться на Евроарене, потому что у них чемпионат достаточно слабый. Но это не умаляет их достоинств. 28 побед, 28 матчах. Такого не было никогда еще ни с одной украинской командой. Я уверен, в ближайшие лет 5-10, может быть, и вообще никогда не будет. Это вечный рекорд. Действительно, с 2001 года проводится вот эта система спаренных туров. То есть когда команда в туре играет дважды, два дня подряд. 14 туров пройдено, 28 побед. Причем 84 выигранных партии и 4 всего лишь проигранных. И сейчас будет, через три недели будет второй этап. Я уверен, что химик выиграет чемпионат, как обычно. Для нас это уже обычно. И мы уже ждем осень, когда начнется Еврокубковая кампания. Потому что наблюдать за играми химика можно разве что в контексте того, что это просто наши девочки. То есть те люди, которых мы знаем, ценим, поддерживаем. Просто мы их знаем многих лично. И переживаем как за своих, знаете, за соседей, за друзей. Единственное, мы в таком разрезе. А так, в принципе, как обычно, я поздравляю химик с тем, что команда... Можно химик поздравлять досрочно до игры, на самом-то деле, с победой. Но вопрос не в этом, вопрос в другом. Все-таки, какой бы ни был спорт, он основан на процессе соревновательном. А когда нет вот этой интриги, нет ощущения, что результат может быть разным, другим, то интерес к этому спорту также, может быть, и угасает. И опять же, к этому хочу добавить, что... Ну, неужели только лишь деньги решают и в спорте вопрос? Ну, не только лишь деньги, но в том числе деньги, поскольку... Посмотрите на премьер-лигу Украины. Если там все матчи премьер-лиги какого-то тура смотрят, там, 20 тысяч человек. Еще три года назад на ЧМП ходили, на стадион Черноморец. 20-30 тысяч человек на один матч Черноморца. И стадионы Шахтера, Динамо были забиты. Да и Карпаты, например, с Днепром. Металист, Харьков тоже. Сейчас на матчи Олимпика и Стали приходит 27 человек, например. Чуть-чуть больше, чем количество участников на поле. Меньше, потому что еще есть запасные тренеры. То есть это, конечно же, важно. Вообще нужен спортивный менеджмент абсолютно во всех турнирах, которые у нас проводятся. И нужно привлечение болельщиков на трибуны. Даже бесплатный вход, он тоже не решает проблемы. То есть тут как бы, я не знаю... Ну да, а как, каким образом? Качественный менеджмент, повышение интереса зрителя, болельщика, проведение каких-то конкурсов, каких-то, я не знаю... Это все, тем должны заниматься внутри каждой команды, внутри каждого клуба должна быть целая служба, даже не один человек. А у нас от этого отказывается. Ну, а на уровне городского совета. Ну, что горсовет может сделать? Горсовет должен хотя бы навести порядок с любительским спортом. Придавать гласности, как минимум. Ну, придавать гласности горсовет нам не поможет. Отремонтировать беговые дорожки на стадионах и сделать какие-то еще несколько площадок, для того, чтобы все люди там могли заниматься. И не проводить какие-то рейдерские захваты, не уничтожать площадки, которые уже есть. Я к составляющей о популяризации. Что сделать, чтобы люди, по крайней мере, знали, что вот у нас немало действительно очень талантливых спортсменов? Вот над этим мы все работаем, скажем так. Мы журналисты, вы журналисты. Вот такие студии проходят. То есть, то, что город, ну, освещаются какие-то мероприятия, уже хорошо. Но, опять же, нужно больше дела. А больше дела это как? Это финансы. То есть, мы можем говорить об этом много, и мы будем говорить об этом много. Поговорим о баскетболе, о Химик, не путать с волейбольным клубом, что я делала еще не так давно. И Бипа сыграли, закончили этот регулярный чемпионат, да? Крупные победы. Ну, вот расскажи подробнее. Обе команды заканчивали регулярный чемпионат домашними играми с луцким клубом Волейнбаскет. Прогнозировано легко победили обе команды, с большой разницей. Химик чуть скромнее, поскольку уже совсем другие задачи ставятся перед командой. И дали отдохнуть там нескольким лидерам. Но дело в том, что Химик завершил чемпионат на втором месте. Бипа закончила его на пятом. А это значит, что у Химика будет преимущество своей площадки в четвертьфиналах. Чего не будет, к сожалению, у Бипы. Бипа потеряла много очков в третьем круге, не обязательно. И у нас сейчас стоит такой острый вопрос о том, что команда рискует вообще не попасть в полуфинал. Поскольку в случае поражения в Черкассах в Одессе нужно обязательно побеждать. Но третий поединок пройдет в Черкасах с черкасскими мафами. Да, это и есть этот грозный соперник, верно? Да, я могу сказать, что непростой соперник черкасскими мафпы, очень непростой. Бипа его обыгрывала. То есть и сейчас она вполне может это сделать. Я уверен, главное, чтобы не проиграть этот поединок во вторник, ближайший вторник. Точнее, шансы есть? Шансы? Я думаю, что есть. Если поединок, я имею в виду вторник, это следующий вторник, когда домашняя игра произойдет. Конечно же, матч в эту пятницу будет. Если в пятницу Одесситы выиграют, то я уверен, что можно будет дальше бороться. 28-го числа, пожалуйста, у СК Одесса. И там, я думаю, будет сражение за выход в полуфинал. Но в случае поражения, конечно же, я не знаю, что будет дальше. Потому что даже выиграв матч в Одессе, ехать в Черкасы на ответный поединок, я думаю, там и арбитры будут всеми силами помогать команде из Черкас. Хотя, конечно же, хочется верить, что это не понадобится. А что касается, вот, очень коротко, поддержки той или иной команды со стороны вроде как независимого судьи. Это и в баскетболе присутствует? Потому что в футболе это часто наблюдается какая-то симпатия, либо родственная, либо какая-то другая заинтересованная. Ну, в баскетболе таких моментов еще больше, намного, чем в футболе. Любой фолл можно дать или не дать, увидеть или не увидеть. Тем более в таких столкновениях, контактный вид спорта. И арбитры действительно часто могут сделать результат. В баскетболе несколько набранных очков могут привести к поражению на последних секундах, например. То есть, я очень сильно надеюсь, что, учитывая интерес, который к баскетболу проявляется в Украине, и полные трибуны на многих матчах, плюс общественность, плюс телевидение, я надеюсь, что все-таки в таких матчах... Я тебе открою даже секрет, у нас наши мальчики, все играют, все практически, да, за редким исключением, все играют в баскетбол по субботам. Ну вот, да, это хорошая новость для любителей спорта, тоже его нужно популяризировать и внутри думской ТВ. Но насчет арбитров я уверен, что все-таки буду стараться судить объективно, поскольку на них смотрит вся страна, и в том числе руководство федерации. Хотя руководство федерации имеет прямое отношение к команде Черкаськи-Мавпы, поэтому вот здесь и шуток много на этот счет обычно есть. Что по мини-футболу в Одессе? Какие новости, о чем расскажешь? Две одесские команды играли, одна выиграла, другая проиграла. У нас настала в первой лиге Украины, настала пора полуфинальных поединков, плей-офф. К сожалению, одна из... Вот Деливери Одесский обыграл на своей площадке со счетом 5-3 эпицентр Киев. Это самая сильная команда при первой лиге, насколько я вижу, насколько я понимаю, команда, которая ставит задачу играть в экстра-лиге в следующем сезоне. На своем паркете одесситы выиграли 5-3, теперь поедут в Киев, там всем сложно всегда. Я очень надеюсь, что там будет какой-то, не знаю, Сталинград, и что все-таки вот эту разницу два мяча одесситы выдержат. А другая команда, наоборот, эпицентр Каавангард проиграла в Сумах, команде Сумгу, но тоже с разницей два мяча, 1-3 был счет. В Одессе подопечный Павла Ардаковского обычно обыгрывает своих соперников, вне зависимости от названия, в два мяча, 2-0 или 3-0 любая победа выведет одесскую команду в финал. Я надеюсь увидеть обе команды в финале. В прошлом году наши команды играли за третье место, сейчас, конечно же, хотелось бы прогресса, и всячески вот я надеюсь, что обе команды смогут все-таки в следующие выходные нас порадовать, и мы в студии поговорим о том, что у нас два финалиста. Да, кстати говоря, нужно отдать должное, что интерес к мини-футболу, или как сейчас принято назвать футзалу, увеличивается и со стороны болельщиков, несмотря на то, что там небольшое, вот как обычно, небольшое место выделено для болельщиков. Ты тоже наблюдаешь интерес, рост интереса? Конечно, учитывая то, что это мой любимый вид спорта, и я сам играю в футзал, и в том числе я провожу турниры по футзалу, в которых участвует около 2000 человек, я скажу, что это очень популярный вид спорта, но, знаете, в нашей стране он на таком уровне, что в него любят больше играть все-таки, чем смотреть. Хотя вот приходят из других команд, и очень многие любители футзала знают, где, когда, что, во сколько, в будний день, в выходные, постоянно. Некоторые на целый день приходят к нам в залы, где у нас проходят туры, и смотрят игры всех дивизионов, и шестого, и первого, и высшего. То есть интерес действительно большой, и я считаю, что если бы в Одессе построили какой-то прекрасный многофункциональный спорткомплекс, и там его отрядили для футзала, там с самого утра до поздней ночи играли бы в футзал. И это 100%. Ну, не только футзал, твой любимый вид спорта, еще и о регби хотелось бы поговорить. Не будем уж скромничать, именно благодаря тебе Думская стала официальным партнером матча чемпионата Европы между сборными Украины и Португалии. Ну, видимо, поэтому ты в такой классной футболке, да? Мы на самом деле очень давно и тесно сотрудничаем с Федерацией регби, Одесской области, и с Юрой Платикой, которая в пресс-службе. И всегда у нас такая заинтересованность была, еще со времен, когда я был совсем молодым, еще юным журналистом перспективным. Конечно же, Думскую очень любят, Думскую очень ценят, и телеканал, и сайт. И, конечно же, когда пришло предложение стать официальным медиапартнером такого матча, матча европейского уровня, конечно же, мы отреагировали, руководство отреагировало очень положительно. Очень приятно, что 1 апреля, и это не шутка, на стадионе «Спартак» сборная Украины сыграет с Португалией. В составе сборной порядка 10 одесситов есть. Конечно, всех приглашаем в 15-й год, вход свободный, юморина, поддержать одесситов в поединке с командой Португалии, я думаю, что это очень здорово. Да, хочется подчеркнуть, что это всеевропейский уровень, не украинский. Это чемпионат Европы, да, действительно, это чемпионат Европы. Конечно, последний тур, Украина не выйдет в следующий раунд, но хлопнуть дверью, как говорят сами ребята в пресс-службе, можно. И тем более в Одессе каждый год сборная Украины выигрывает всех соперников. Поэтому надеюсь, что и здесь будет победа. Ну, на таких словах также хочется обратиться к телезрителям. Мы призываем вас посмотреть такой серьезный матч нашей сборной, сборной Португалии. Как говорится, обсуждали все виды спорта, где принимает участие круглый мяч. Здесь мяч чуточку другой формы и ведет себя на поле совершенно иначе, особенно когда касается газона. Поэтому этот спорт необычный, этот спорт всегда неожиданный и интересный. Там много, знаете, нужно сказать, стряски морских мышц и прочее можно заметить. И это очень интересно. Приходите, посмотрите, первое число, стадион. Спартак, 15-0-0 ровно. На этом мы тебя благодарим. Спасибо тебе большое, что нашел время поделиться с нами такой информацией. Леонид Францискевич, спортивный журналист, был у нас в гостях. Сейчас же мы передам слово нашей коллеге Алла Есина, ознакомит вас с последними событиями к этому часу. После новостей вернемся в студию. Поговорим о последствиях перекрытия Пересопского моста. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова